Дамы и господа, добро пожаловать на обзор нового снэпшота 22w12a, который относит нас к версии Майнкрафта 1.19 под названием «Дикое обновление, либо же обновление дикой природы». Как кому удобнее. Джава снэпшот вышел, наконец-то, и нам добавили официально Вардена, и его немножко изменили. Сегодня об этом поговорим, так что ставьте свои шикарнейшие лайки, подписывайтесь, а мы будем с вами начинать. Погнали! Первым делом поговорим, про новый биом под названием «Тёмные подземелья», либо же «Дипдарк». Названия ещё могут меняться, разработчики его чуточку изменили, и теперь он будет, точнее должен вообще, встречаться чуть менее затопленным, чем всегда. Правда мы толком и не успели его рассмотреть затопленным, но если вдруг вы не понимаете, то теперь должно быть меньше воды в этих биомах, и конкретно говорится не про вот такую воду, которая стекает, это скорее всего побочный эффект, а как раз таки про аквиферы, то есть должно быть намного меньше аквифер, который затапливают биомы «Тёмных подземелья». Понятное дело, что деваться они никуда не будут, они будут встречаться, но в меньших количествах, потому что я вам показывал раньше, и можно было найти этот биом полностью состоящий из этого скалкблока, и ещё затоплен водой. Так быть не должно. Поэтому разработчики теперь это всё пофиксили, красивенько, симпатичненько. И очень жутко, будто какая-то страшная зараза распространяется по всему миру. Мне ж мурашки от неё прям, фу. Не подумайте, наши приятные новости только-только начинаются, потому что разработчики нежданно-негаданно добавили очень полезную штуку, а именно полностью обтекаемые блоки листвы. Что это значит? Всё максимально просто, теперь вы можете расположить все виды листьев под водой, все спокойно вот таким образом, и с ними ничего не произойдёт, что самое главное это работает как и под водой, вот как бы, как вот в самом водоёме, так и отдельно блоками. Звучит пока что непонятно, но поверьте, вам понравится. К примеру я возьму дубовую листву, возьму ведро воды, и одним движением руки, без творческого режима игры, я могу вылить ведро воды туда внутрь, гляньте, оно понятное дело не заливается полностью, но оно не вытекает никуда. Это очень прикольно, я могу например закинуть наверх хвою, и ещё раз залить ведро воды, и они, эти блоки воды будут скажем так соединяться, что очень-очень круто. То есть таким образом, даже вот сейчас, мы спокойно можем, получается, сделать, а ну-ка, дубовые листья, ведро воды, и выливаем ведро лавы, и у нас должен получиться булыжник, о боже да, класс, всё у нас есть новый генератор булыжника в Майнкрафте, довольно простой, довольно симпатичный, мне нравится. Но и это ещё не всё, если мы с вами разломаем блоки листвы, то вода выльется, но если поставим ровно те же самые места в воду, не сюда, вот так вот так, вода обратно как бы всосётся в блок листвы, ну это прикольно, и очень необычно, я сразу говорю, скорее всего это сделал для того, чтобы мангровые деревья нормально себя чувствовали в воде, потому что они должны будут расти из воды, там будут корни, там будет листва в воде, это должно всё вот так работать мне кажется, то есть разработчики всё продумывают наперёд, это очень классно. Вот в Майнкрафте появились лодки с сундуками, и это что-то необычное, хочется их исследовать и проверять, как они работают. Можно теперь объявить себя пиратом морского пространства, а вот стать пиратом воздушного, можно в игре War Thunder. Прими участие в крутейшем онлайн экшене, где ты сможешь управлять классическими самолётами, кланы республики воздушных пиратов выясняют, кто же должен быть хозяином парящих скал. Присоединяйся к игре, тебя ждут лихие погони на ярких самолётах, состязания пиратских эскадрильей и челленджи на базе дирижабля. Кем ты будешь? Хитрым лисом на шустром биплане, или грозным медведем на огромном гидроплане. Скорее выбирай и врывайся в события чудесные виражи. Маневрируй между парящими скалами, используй смекалкой и все преимущества совершенно разных самолётов, чтобы победить. Попробуй проскочить мимо соперников и первым добраться до дирижабля. Крутая графика, улучшенная в недавнем обновлении, и уникальный визуальный стиль подарят тебе массу впечатлений. Получай награды за победы каждый день. Качай бесплатно улётный экшен по ссылке в описании, и получай крутые бонусы, премиальную технику на выбор, и ресурсы для быстрой покачки в начале игры. Но поспеши, скоро подарки закончатся. Возвращаемся обратно в тёмные подземелья, и здесь нас ждёт Варден. Да, дамы и господа, Варден, то бишь Хоронитель, официально появился в Майнкрафте. Уууу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, господи. Оооо, вау, класс, это такой эффект получает за того, что на мне ночное зрение, и плюс накладывается эффект тьмы. Так вот, говорю о том, что разработчики нам добавили его в экспериментальном снапшоте, но то был экспериментальный, это уже официальный, и к сожалению, нам не добавили древние города. Возможно уже в следующих снапшотах, но не всё так сразу. Так вот, ну-ка, давайте-ка вызовите мне Вардена, пожалуйста, прошу. Разработчики сказали о том, что они вообще везде по всему биому находятся, только мы их не видим. Нужно создать достаточное количество вибраций для того, чтобы они начали вылезать из-под земли. Ну давай ты, вылезай ты, господи. Оооо, ооо, 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 жеесть, он красивый. Разработчики его обновили, и теперь он работает очень круто. Как видите, он слышит только вибрации мои, и идёт за мной. И сразу вам скажу, что он теперь будет доставать нас, даже если мы будем на четырёх блоках. Только вдумайтесь, разработчики пытаются как-то это всё исправить потихоньку, чтобы мы никоим образом не могли от него убежать. И поэтому даже четыре блока ему не помеха, видите, он сразу скидывает. Ну и думаю рассказывать вам о том, что щиты точно не работают на него, он сразу же нас будет убивать, даже если мы будем защищаться. И многие кстати говорили о том, что вот можно варда нас в три блока и убить его. Как видите, разработчики работают над этим. И мне ещё говорили о том, что его можно будет залить лавой. Так вот, дамы и господа, пытаемся залить нашего парня лавой. И я не знаю, что вообще это происходит. Это баг, короче. Но они почему-то очень-очень быстро начинают двигаться по лаве. И при этом всём очень активно это делать. Они не горят. Чтоб вы понимали, я накидываю на него лаву, и видите, он попросту прыгает на ней. Ну это баг, понятное дело. Но официально он не получает урона от лавы. Разработчики стараются специально сделать его сложным, чтобы мы его не абьюзили. Выглядит это, если честно, очень странно. Они будто бы на батуте. Но это что касается лавы. Если мы говорим про воду, здесь дело обстоит совершенно по-другому. Они не могут утонуть в воде. То есть они каждый раз поднимаются. На очереди у нас три новых чародейских книги, которые были добавлены ещё в экспериментальном снэпшоте. Но официально появились только в этом снэпшоте. Это зачарование под названием Свифт Сник. Что в переводе стремительная скрытность. Это самые крутые, самые чёткие чары. И если Вы помните, то эти чары были предназначены исключительно для ботинок. Но игроки написали свой фидбэк, и очень сильно попросили у Моджанг, чтобы они перенесли их из обычных ботинков на поножи. Потому что на поножах будет более удобней. Ведь стремительная скрытность, это взаимоисключающие чары, которые иногда очень полезны на ботинках. Но походу разработчики так сильно спешили выкатить снэпшот, что немножко сделали беду. Ведь если мы возьмём наковальню, и закинем наши незритовые поножи. То теперь да, официально у нас есть стремительная скрытность на поножах. Спасибо большое разработчики. Но, я не знаю почему, скорее всего это баг, так что Вы не подумайте. Мы берём наши ботинки, и накидываем на них тоже стремительную скрытность, и получаем то же самое. То есть у нас как будто бы есть возможность и туда, и сюда. Я говорю, это скорее всего баг, и разработчики его исправят уже в следующем снэпшоте. Я попытался найти возможный какой-то баланс, и возможно я буду двигаться намного быстрее, потому что они будут умножать друг друга. Но, к сожалению, это так не работает. И у нас, к сожалению, не получается супербыстрая стремительная скрытность. Хотя очень прикольно. Я рад тому, что разработчики добавили этот вид чар. И сразу скажу, что Вы не сможете их зачаровать себе при помощи обычного чаровального стола. Их нужно будет найти в биоме тёмных подземелий, а именно в древнем городе. Следующее нововведение, которое я Вам покажу, не ожидал вообще увидеть в этом снэпшоте. Думал, что оно где-то выйдет примерно в следующем снэпшоте. Но если мы откроем творческое меню, и перейдём в раздел транспорт, то сможем лицезреть 7 новых транспортных средств. Если так можно выразиться, это лодка с сундуком. Да, она была в бете, но теперь она и в джаве есть. Я этого честно не ожидал. И очень странно, что они решили пойти по такому принципу, что у нас есть дубовая лодка, потом дубовая лодка с сундуком, еловая лодка, еловая лодка с сундуком. Это странный вариант. Я бы, например, сделал обычные лодки, а потом уже после них сделал ряд лодок с сундуком. Мне кажется, так было бы более логичнее. Они ничем не отличаются от бедроковских, но если вы вдруг не смотрели, я немножко расскажу вам о том, что крафтцы они очень простый верстак. Берём дубовую лодку, любой вид лодок, и закидываем сундук, тогда получаем сундук с лодкой. К сожалению, эндер сундук не закинуть, и почему-то опять же таки сундук ловушка тоже не работает. Я думал, что в джаве они будут работать. Но, есть небольшое весомое отличие. Мы создаём себе лодку с сундуком, ставим её на воду. И вот если мы её сломаем, то нам выпадает отдельный предмет в виде лодки с сундуком. На бедроке у нас выпадает отдельно лодка, и отдельно сундук. Это немножко странновато. Мне нравится больше такой вариант, чем тот, что на бедроке. Потому что нужно каждый раз будет её доставать, потом крафтить обратно, это будут занимать слоты, так будет долго. Не хочу, лучше чтобы было вот так, как у нас сейчас есть на джаве. Это более удобно. Очень важная вещь, которую стоит проверить. Как же пиглины реагируют на лодку с сундуком? У нас он есть, стоит, всё, есть пиглин, на мне золотая броня. И я подхо... Ну ты дурак. Он начал агрессировать на меня. Из-за того, что я сломал лодку, ты серьёзно? Ты... Я не ожидал вообще. Окей, хорошо, я ставлю её и открываю, и тоже реагирует на меня. Жесть, вы сумасшедшие. Сундук не ваш, сундук мой. Дурачки вы. Сам по себе функционал точно такой же, как и на Бадрике. Мы подлетаем к нашей загрузочной вороночке, влезаем в её хитбокс, и как вы можете заметить, наша лодка, грузовая лодка, я замечу, пополняется медными слитками, которые плавно перетекают из загрузочной воронки сверху. То же самое будет работать, если мы залезем в хитбоксы вот такой воронки, и она уже нам тоже будет выдавать раковин наутилуса, которые плавненько вылетают из этой загрузочной воронки. А если мы захотим разгрузиться, у нас есть вот такие две вагониточки, мы подплываем, и они с нас уже высасывают наши медные слитки, и наши раковины наутилуса. И при этом всё работает очень быстро, потому что работают сразу две воронки. Чуть не забыл, у нас же есть ещё мангровая лодка, которая у нас из мангрового дерева. К сожалению, в этом снэпшоте мангровых деревьев нам до сих пор не добавили, у нас появляется обычный дуб. Но это не важно, мангровая лодка у нас есть, и если у нас есть мангровая лодка, то у нас есть мангровая лодка с сундуком, которая выглядит очень стильно, очень прикольно. Мне прям нравится этот цвет. И что самое важное, посмотрите, я нажимаю кнопку открытия инвентаря, он открывается, но почему-то до сих пор у нас нет анимации открытия сундука. И это тоже самое было на бедрике. Но я почему-то думал, что в джаве это всё исправят. И как видите, ничего не исправили. Я открываю-закрываю, даже звука никакого нету. Даже если я встану и открою при помощи шифта вот таким образом, то ничего не появляется, нету ни звука, ни открытия сундука. Непорядок. Нужно это срочно исправить. Но опять же таки, это снапшоты, возможно в следующих снапшотах у нас уже всё исправят. Вот таким удался снапшот, получается разработчики практически добавили всё, что нужно было добавить в джава. Осталось только мангровый биом, мангровые деревья и элея. Это прям вроде бы как всё. И получается, будем ждать скорый выход 1.19. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видеороликов. А с вами как всегда был я, Неркин, и ещё услышимся!